Анатолий Мирба Ну ты славишь, это батюшка знает, если начинаешь про ад говорить, ты нас пугаешь. Ну представляешь, это такое безумие, такое, как сказать, равнодушие. Бог пришел, умер и воскрес, ушел, оправдал. А знаешь, надо как им объяснять? На русском языке Бог пришел дать вам халяву, халяву. Все люди в мире любят очень халяву. А Бог говорит, я умер за вас, я заплатил цену за вас. И люди не понимают. Я говорю, ну расскажи мне хотя бы очень наш. Они говорят, а какая это молитва? Я говорю, очень наш. Они говорят, а это на каком языке? А представляешь, они занимают такие посты, они грамотные считают. И я смотрю, я думаю, люди сами себе боги. Но придет время, время. Я все время думаю, вспоминаю. И евреи тоже видели, как распяли Иисуса. Но не уверовали же. А люди тоже. Сейчас Бог все двери открыл. Везде все открыто. И везде Библия есть, и везде все, что хочешь есть. Но в последнее время это говорит, что я все двери открою. И Бог говорит, я от вас ничего не скрыл. Вот начало, вот конец. И что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И я говорю людям, ну неужели это хорошо, что ты в небеса, а если сразу в преисподнюю? Да вообще, духовный мир реален. Хотим мы этого, не хотим. Люди считают, что вот все здесь на земле. Я вот это поражаюсь, поражаюсь, что вера. Ну такое простое слово, но такое тяжелое для людей. Я вот только сейчас мне Бог открыл глаза, насколько люди, говорит, есть глаза и не видят, есть уши и не слышат. Ну как это понимать? А ты, Анатолий, молодец, служи. Твоя награда велика на небесах, потому что вы светите. Да, вам тоже нелегко. Ну, Бог поставил на это место, меня вернул. Я спрашиваю, что я была не готова. Начала искать ответы на свои вопросы, и Бог мне отвечает. Потом, через три года почти что отвечает. По благодати ты вернулась, и смерть не имеет власти над верующими. Понимаешь, кто во Христе? Смерть, где твоё жало? Потому что Бог победил этот мир, этот грех, и дал нам новое рождение. А люди, я вот вспоминаю, Иисус воскрес. Когда мы говорим, Иисус воскрес на Пасху, мы возвещаем победу над смертью. Понимаешь? А люди думают, это просто так. Нет. Поэтому это очень серьёзно. Так что, Анатолий, молодец. Я прям смотрю это и стараюсь. Когда я оттуда вернулась, я сидела и не знала, что делать. Мне один пастор сказал, теперь не сиди на чемодане, давай, начинай двигаться. И я начала сеять, сеять, сеять. Никто не хочет. Хочет ходить в церковь. Я такая чистенькая, я такая хорошенькая. Ну, знаешь, в последнее время обольщение будет, что постепенно-постепенно люди опять уйдут в закон, чтобы благодать стереть. Понимаешь? Это замысл этого Рогатова. Это он так. Он обольстит людей. И люди... Потому что в некоторых церквях, я смотрю, законники, они уповают на свои дела. Ну, мол, я вот такую дистину ношу, я это... И потом один пастор прошелся по церквям и говорит, а что вы сюда ходите, все? И он говорит, ни один человек не сказал апостольский символ веры. Я быстро выучила этот апостольский символ веры. Это мой фундамент, понимаешь? И люди так... Не знаю. Наверное, там надо побывать, чтобы все это осознать. Ну, я понимала все это. Ну, поэтому Бог и вернул, и сказал, еще здесь дела есть. Ты мои руки, ноги на этой земле. Поэтому дай Бог, чтобы люди очнулись. А дай Бог. И они обольщены вот этими всеми, как сказать, ездить, развлекаться, всякие технологии, всякие эти... Вот это сейчас молодежь, они повержены в это. Ну, все равно Бог придет. Но надо сеять слово. Дорогая сестра, можно я вот это, что вы сейчас записали, выставлю на канале? Я ее просто, ну, как ролик сделаю. Дорогая сестра, мы живем в духовном мире. Аминь. Если так разобраться, мы в нем живем сейчас. Это все, что сейчас происходит в людях, это все последствия духовного мира. Это здесь, дорогая сестра, это здесь не люди ушли в закон, а сатана уже вмешалась, и люди дали ему право жить. Там фарисейская, задукейская закваска, что все, что раньше было, сейчас происходит. В Библии стоит не оглядываясь, а назад спасать свою душу, чтобы мы не получили эту закваску. Если нас не принимают, идем дальше и проповедуем там, где нас принимают. Аминь. Бог уже будет прилагать спасаемых. Из-за этого самое главное нам идти за Богом. Конечно, Анатолий, все, что надо, делай. Все это Бог говорит. Царство небесное внутри вас делайте, возвещайте. Еще знаешь, Анатолий, вот возьми у любого телефон, и сразу понятно, кто он и что. На небе пишется памятная книга. А я про себя думаю. Зачем это памятное? Конечно, будет писаться. Возьми у любого телефон. Ты знаешь, кто и чем он дышит, чем занимается. Понимаешь, человек думает, это мое. Нет, это государство уже даже знает. А на небе тем более. Поэтому люди как-то к этому относятся. А ладно, а ладно. Но когда я там была, я думаю, а если бы я не вернулась? Вот что ты взял оттуда, это все. Там не будут спрашивать, не будут. Я так поняла. С чем ты пришел, то и определиться. Но я, например, читала Писание, никогда не обращала на облака. Ну, облака, облака. Ну, и сейчас для меня облака, это очень дорого. Потому что это символ небес, да? Потом я время. Ну, то какое время? Ну, я поняла, там время. Там нету часов, там нету времена года. Там такая вечность. Там другое измерение. Другое. А люди, они, то есть, духовно. Бог их создал духовно. Поэтому за счет греха плоть, она воспроизвела. И Бог теперь все вернул обратно. И будет новая земля, и новое небо. И как Бог задумал изначально, так теперь будет человечество проживать. А люди думают, многие, я спрашиваю, говорю, а ты... Ну, многие, конечно, не хотят отвечать и не верят. Потому что много мирской информации в голове. Они заняты чем угодно, только не этим. А, и потом еще Анатолий. Вот, ясно и понятно сказано. Вот, я все время люблю Амархаяма. Я с молодостью, со школьницками всегда любила Амархаяма. Читала стихи его, все. И вот я случайно начала слушать Амархаяма. И он говорит, Амархаям, Амархаям, где та дверь, вечность к Богу? Где та дверь? А Иисус говорит, Я есмь дверь, Я. То есть, Иисус пришел, и потом еще, как этот говорит один маг, такие люди глупые. Они спрашивают, что такое душа? Приходят, когда они ворожить, на кого-то порчу нагонять. Мы их предупреждаем, всегда говорим, что будут большие последствия. Они на все соглашаются. И там случай рассказывал. И потом он говорит, Я спрашиваю, Ты знаешь хоть, что такое душа? А человек говорит, Ну, душа – это эмоции, чувства. А этот говорит, Нет, душа – это портал. Портал. И теперь ясно-понятно, смотри. Иисус пришел, открыл портал. Когда изгнала из рая, портал закрытый был. Там стоял ангел с огненным мечом. И теперь пришел Иисус, открыл портал. И кто Христовы, они пройдут через этот портал. А кто не Христовы, хоть что-то и делай, ты не пройдешь через портал. Это ясно-понятно. И потом я местописание нашла. Помнишь, Яков там спал, ангелы спускались и поднимались. Ангелы. То есть это тоже было, как бы, портал. Только ангелы могли проходить. И поэтому люди думают, Я вот, я смотрю, я живу на Востоке, они едут, паломники. Да не спасет вас паломничество. Паломничество это вы делаете сами для себя. Другие, они не могут, никто не может в этом мире открыть туда дверь. Иисус пришел, Он примирил нас с Отцом Небесным. Правильно? Он соединил нас и стал нашим Господом и Спасителем. А мы принадлежим Христу. Только кто принадлежит Христу, они пройдут через портал. Другие не пройдут, хотят они этого или нет. Поэтому, что надо, Анатолий, спрашивай, я тебе скажу. И молодец, не унывайся, сей, никого не слушай. Портал открытый для тебя. И смерть не имеет над тобой власти. Ты должен это ясно, понятно знать. Как я прошла, я знаю, Бог открыл мне потом, что не имеет уже смерть над вами власти. Вы бессмертные уже еще. Не там, здесь, на земле. Поэтому, Анатолий, храни тебя, Господь!